Ассаляму алейкум архмадуллахи барракату, дорогие зрители. С вами Анна Абушанаб и это передача для самой счастливой на свете. Поговорим о ценностях поста. В достоверном хадисе пришло. Также я повелеваю вам соблюдать пост. Пример этого подобен человеку, который находится в группе людей, а у него с собой сверток, в котором лежит мускус, и все они ощущают запах этого мускуса. Поистине, запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха, чем аромат этого мускуса. Постящийся в данном хадисе сравнивается с человеком, в кармане которого сверток ароматного мускуса, невидимого для глаз посторонних. Точно так же тот, кто держит пост, никто не видит этого дела и не чувствует. Истинный постящийся – это тот, кто контролирует свои органы от совершения греха, язык от лжи, непристойностей и пустой болтовни, живот от еды и питья, половые органы от совокупления. Он не говорит и делает того, чем недоволен Всевышний Аллах. От него исходят только праведные слова и действия, которые уподоблены приятному запаху, исходящему от того, кто несет сверток с мускусом. Общающийся с постящимся получает пользу, ведь он отстранился от пустословия, лжи, распутства и несправедливости. Это и является постом в полном смысле этого слова, а не простое воздержание от еды и питья. Пророк Мухаммад, да благословитого Аллаха приветствует, сказал, «Аллах не нуждается в том, чтобы оставил свою еду и питье тот, кто не прекратил лгать и поступать по лжи». В другом хадисе пришло. Может случиться так, что постящемуся ничего не достанется от его поста, кроме голода. То есть пост для органов тела – это воздержание от совершения греха, а для живота – от еды и питья. Еда и питье прерывают и нарушают пост, а совершенные грехи уменьшают награду за него и губят его плоды, сводя на нет великое дело. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, говорил, «Доброе дело придает лицу человека лучезарность, дает сердцу свет, телу силу, увеличивает пропитание и внушает творением любовь к нему. Плохое же дело очерняет лицо, затемняет сердце, придает телу слабость, уменьшает пропитание и вызывает ненависть творений по отношению к человеку». Усман ибн Абфан, да будет доволен им Аллах, говорил, «Все, что не делал человек, Аллах дает ему соответствующее одеяние. Если дело благое – хорошее, если нет, то плохое». Продолжение следует после небольшой паузы. Иншаллах, оставайтесь с нами. Ассаляму алейкум ва рахваталлахи ва баракатух, дорогие зрители. Продолжаем нашу передачу для самой счастливой на свете. Разберем вопрос о том, приумножаются ли в месяц Рамадан благие поступки и дурные деяния. Благие и дурные деяния приумножаются ввиду достоинства времени или места их совершения. Но между приумножением благих дел и приумножением дурных дел существуют следующие отличия. Благие дела приумножаются как в количестве за совершенное одно благое деяние. Аллах дарует от десяти таких добрых дел и более. Так и в степени награды. Когда речь идет о приумножении дурных дел, имеется в виду увеличение степени тяжести греха и что наказание за такой грех будет более тяжким. А что касается их количества, то каждое дурное дело записывается как одно и не умножается. Ученые говорят, благое и дурное деяние приумножается в местах, имеющих особые достоинства, такие как Мекка, Медина, Иерусалим и мечети. Также они приумножаются ввиду достоинства времени, такого как пятничный день, запретные месяцы и Рамадан. Это касается приумножения благих дел, а под приумножением дурных дел имеется в виду приумножение в степени тяжести греха и тяжести наказания за него, а не приумножение количества дурных дел. Ученым был задан вопрос. Мусульманин посредством поста достигает прощения как малых, так и больших грехов. И приумножаются ли грехи в Рамадан? Ответ был таков. Для мусульманина в Рамадан так же, как и в любое другое время, узаконенным является борьба со своей душой, которая всегда повелевает зло. Нужно бороться с ней, пока она не станет душой умиротворенной, повелевающей благое и стремящейся ко всему благому. Человек должен бороться с врагом Аллаха, дьяволом, чтобы уберечься от его зла и искушения. Мусульманин в этом бренном мире постоянно находится в большой борьбе со своей душой, своими страстями и шайтаном. Поэтому человек должен больше каяться перед Всевышним и все время обращаться к нему с мольбами о прощении. Но времена разнятся по своим достоинствам. Так, месяц Рамадан лучше месяц в году. Это месяц прощения, милости и освобождения рабов Аллаха от огня. Если место и время являются почтенными, то и совершаемые в них благие дела приумножаются, а грех за дурные дела становится еще более тяжким. А так как Рамадан имеет высокое достоинство и положение, то грех дурного деяния, совершаемое в Рамадане, является более тяжким, чем совершение такого же деяния в иное время. Так же, как награда за совершение угодных Аллаху дел в Рамадане превосходит награду за совершение этих же дел в иное время. Поэтому мусульманин должен воспользоваться этим благородным месяцем и совершать как можно больше угодных Аллаху дел и остановить свои дурные деяния. Возможно, всемогущий и великий Аллах окажет ему милость и примет его деяние, и поможет ему придержаться прямого пути. Но, как уже говорилось, каждое дурное дело всегда записывается как одно, и оно не приумножается в количестве ни в Рамадане, ни в какое иное время. А что касается благого деяния, то за каждое одно благое дело десять ему подобных и более этого, как об этом сказал всемогущий и великий Аллах. Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние, а кто явится со злым деянием, тот получит только соответствующее воздаяние, и с ним не поступят несправедливо. И аятов на эту тему существует множество. То же самое и с местом, имеющим особое достоинство, как две благородных и заповедных территории Мекка и Мендина. Благое деяние, совершенное на этих территориях, приумножается как в количестве, так и в степени награды. Дурные же деяния, совершенные в них, не приумножаются в количестве, но увеличивается тяжесть и греха, и наказание, как это ранее уже отмечалось. И поистине, один лишь Аллах оказывается действие. Ученые также сказали, благое и дурное деяние приумножаются ввиду достоинства времени и места его совершения. Благое дело приумножается как в количестве, так и в степени награды, а дурное приумножается лишь в степени тяжести греха и тяжести наказания за него, и не приумножается в количестве. Ведь Всевышний Аллах сказал в 6 суре Корана, неспосланной в Мекке, кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние, а кто явится со злым деянием, тот получит только соответствующее воздаяние, и с ним не поступят несправедливо. Он также сказал, тем, кто желает нам уклониться от истины по несправедливости, мы дадим вкусить мучительные страдания. Аллах не сказал, мы умножим их деяния, а сказал, мы дадим вкусить мучительные страдания. Поэтому приумножение дурного деяния в Мекке или Медине будет лишь в тяжести греха. То есть наказание будет более мучительным и болезненным в соответствии со словами Всевышнего. Тем, кто желает нам уклониться от истины по несправедливости, мы дадим вкусить мучительные страдания. До встречи в следующей серии. До благословит вас Аллах. Ассаляму алейкум архматуллахи в баракатуха. Субтитры создавал DimaTorzok